Коллеги, мы приступаем к завершающей части нашей работы и благодарим всех, кто прислал эти вопросы. Их тут довольно много, ну давайте так примерно пополам поделим. И, коллеги, эти вопросы, скажем так, разные по направленности. Ну, как-то, наверное, Владимир Владимирович, не будете возражать, в неком хаотическом порядке. Так, давайте как-то все-таки профессорам дают несколько больше работы, поэтому нет. Ну, давайте я начну. Вот вопрос. Есть ли у капель, у глазных капель системные действия, в частности у фторхиналонов? Коллеги, ну, вероятно, системные действия предполагают проникновение препарата в организм. Большая часть глазных капель, по крайней мере, тех, о которых мы сегодня говорили, не проходят далее глаза. Более того, они остаются в тех структурах, с которыми, собственно говоря, контактируют. Это эпители роговицы, это эпители конъюнктивы, это там край века. Частично они попадают внутрь глаза, когда мы говорим о профилактике, внутриглазных воспалений, эндофтальмитов. И вместе с тем, в частности, фторхиналоны, они лишены, и что нас, в общем-то, радует, вот такого системного эффекта. Поэтому, я думаю, наверное, я ответил на ваш вопрос. Глазные капли с точки зрения системных, системное действие безопасны. Родители самостоятельно закапывают ребенка левомецитин. Можно ли поменять терапию и перейти на другие капли? Ну, по-видимому, вопрос связан с тем, что результат они не получили, наверное, на закапываниях левомецитина. Безусловно, можно. И в таких случаях нужно поменять на препарат достаточно широкого спектра действия, на препарат, которому резистентность микрофлоры минимальна. Вот это как раз фторхиналоны, я считаю, что это как раз показание. Вопрос только один, опять-таки, возрастные ограничения. Ну, какой тут возраст не ясен, но с этой оговоркой обязательно нужно переходить на другие капли. Хорошо бы еще параллельно с этим все-таки сделать посев материала из конъюнктивальной полости и определить чувствительность к антибактериальному препарату. Параллельно с тем, что поменяли препарат на фторхиналон. Может быть, придется еще откорректировать антибактериальную терапию. Ну, вот так. Ну, единственное, что бы я добавил, коллеги, все-таки не всегда нам удается, даже офтальмологам, не всегда нам удается вовремя получить посевы, ну, в силу там тех или иных причин. И поэтому здесь, наверное, целесообразно лечение эксивантибус. То есть, понимая, что у фторхиналонов хороший спектр действия, мы переходим на них, зная, что эффект от этого препарата будет лучше, нежели вот, ну, в частности, здесь упомянута вовремя медицина. Вот такое небольшое добавление. Так, ваш вопрос, Владимир Васильевич. Нас учили назначать сначала более слабый антибиотик, а затем более сильный. Справедливо ли это сейчас? Действительно, и в свое время, когда мы учились, в общем-то, в военно-медицинской академии оба, вот, действительно, такая тактика была. Значит, для того, чтобы оставить на потом, как говорится, более сильный антибактериальный препарат, вот, и чувствительность к нему, так сказать, чтобы была микроорганизма, вот, и использовать его в крайней ситуации. Начинать с самого слабенького. На мой взгляд, вот, на сегодняшний день эта тактика не очень оправдана в связи с тем, что, назначая более слабый антибактериальный препарат, мы, как говорится, желая того или нет, формируем антибиотикоустойчивые штаммы микроорганизмов. Если мы хотим избавить пациента, вот, от конкретного, значит, заболевания глазного яблока бактериальной природы, то в этом случае надо начать с самого сильного препарата, который за несколько, ну, буквально, там, за один-два дня приведет в порядок уже, так сказать, конъюнктивальную полость, очистит его от микроорганизма, вот, и при этом мы не получим антибиотико-резистентного штамма. Вот, поэтому, вот, на мой взгляд, сейчас с точностью, да, наоборот, начинать с сильного препарата и им заканчивать. Я бы так ответил. Ну, тоже хотелось бы добавить, коллеги, представьте, что мы имеем дело, ну, с другой пограничной системой, перитонит, например, сепсис, не дай бог, там, стучим, там, эндофтальмит опять стучим. Возможно ли там назначение сначала более слабого, а потом сильного? Наверное, наши коллеги, в том числе педиатры, наверное, нас бы, особенно хирурги, нас бы, наверное, не поняли. Поэтому, конечно, предпочтение отдаётся сразу на старте сильной терапии, той, которая подтвердила свою эффективность. Так, ну, дальше, следующий вопрос. Сколько дней нужно назначать антибактериальные глазные капли? И здесь вот нам, знаете, как там, выбери правильный ответ. Шесть дней, восемь дней, четырнадцать дней под вопросом, да, наверное, спросил педиатр, я так думаю, и когда отменять. Ну, фармакокинетика и фармакодинамика диктуют нам соответствующие сроки, они указаны, общество, в инструкции, и обычно мы назначаем местные антибиотики до пяти дней. Есть рецептуры и другого рода, но в основном это тот количество, вернее, тот временной промежуток, когда препарат наиболее эффективен. И обычно после этого мы препарат отменяем. Вместе с тем, при вялотекущих, при стёртых формах, при сочетании, допустим, с аллергическим компонентом, мы всё-таки, наверное, вынуждены продолжать антибиотикотерапию, но вместе с тем мы стараемся не менять препарацию, составлять всё-таки вторхиналон. Ну и поскольку это, наверное, ответ больше для детских врачей, наверное, вот такую смену и отмену препарата, продление схемы и отмену препарата, это всё-таки, наверное, прерогатива офтальмолога, который посмотрит на конъюнктивальную полость, оценит, отделяем вообще всю динамику и примет окончательное решение. То есть, в целом, более пяти дней я бы, наверное, препарат не назначал. Какой-то тоже дополнил бы вот эту вот ситуацию. Если речь идёт о том, что всё-таки эффект, так сказать, недостаточен, то есть, это бактериальная природа, воспалительные заболевания вспомогательных органов глаза, то есть, это блефорит, конъюнктивит и так далее, вот тут даже можно рассматривать вопрос о смене антибиотика, вот, допустим, через пять дней. Вот. Но в ситуациях некоторых мы капаем более продолжительное время, и вот одной из таких вот ситуаций является выписка пациента из офтальмологического стационара, где ему произвели ребёнку какую-то операцию на глазу. И в этом случае антибиотики назначались профилактически, в плане профилактики послеоперационных вот гнойных осложнений. В этих случаях зачастую схему от провинения антибактериального препарата профилактически, вот, продлевают несколько. Но, опять-таки, этим должен заниматься врач-офтальмолог. Но, всё-таки, такие пациенты зачастую, конечно же, у педиатра могут оказаться, и тут ничего страшного нет, если пациент продолжает принимать глазные капли, получать глазные капли инстилляции после внутриглазных оперативных вмешательств в более продолжительное время. Можно ли назначать антибиотики вместе с противовирусными каплями? Убеждён, что да. Во-первых, ничего страшного в отношении такого сочетания нет, но необходимость в этом зачастую возникает, когда мы видим угрозу микс инфекции и, значит, возможного насвоения бактериальной флоры у пациента, у которого имеется вирусный кератит, вирусный конъюнктивит, ну, и другие вирусные заболевания. Вы, наверное, дополните фразы о том, что антибиотики... Пожалуйста. Если мы правильно прочитали мысли друг друга, то при вирусной патологии, знаете, замечательная есть фраза наших французских коллег, что вирусы выносят приговор, а бактерии приводят его в исполнение. И поэтому здесь уничтожить бактерию иногда гораздо важнее. Поэтому, естественно, сочетание такое не просто возможно, оно иногда даже необходимо. Вот. И целесообразно назначать эти капли вместе. Единственное, что, коллеги, я бы, наверное, здесь тоже конкретизировал всё-таки по срокам. При сочетанной патологии лечение противовирусными препаратами иногда дольше, нежели лечение антибиотиками. Но это, вероятно, опять же, в каждом конкретном случае решит лечащий врач. Так, противовирусные препараты мы разобрали. А теперь вопрос ко мне. Что безопаснее рекомендовать детям антибиотики или антисептики? Ну, наверное, справедливо будет это и для взрослых. Потому что мне бы здесь не хотелось, чтобы получилось некое такое противостояние, противопоставление, даже я бы так сказал. Антисептики играют свою роль. И у этой группы препаратов есть некие пределы. То есть нельзя ни в коем случае подменять антисептики антибиотиками и наоборот. Антисептик – это некий, наверное, вспомогательный такой инструмент, который позволяет очистить конъюнктивальную полость, избавить нас от целого ряда сопутствующей какой-то проблематики. Но без антибиотиков антисептики работать не смогут так же эффективно. И поэтому, когда назначать антисептики? Когда у нас, вероятно, ну, если берем конкретного ребенка, ну, что-то ему попало там в глазик или там, допустим, там потер он кулачком, там насморк у него при этом у ребенка или там что-то еще, и какое-то вот такое летучее, скажем, состояние, глаз красный и вроде бы отделяемое какое-то есть, но нет явных признаков инфекционного поражения. Но если мы видим явно, что есть и гнойная отделяемая, и какой-то анамнез перед этим в пользу конъюнктивита, то, конечно, нужно назначать антибиотики. Причем их можно сочетать, назначать и капли антисептика, и капли антибиотика. Единственное, что я хочу акцентировать, все-таки антисептики нужно использовать те, которые разрешены с нуля лет, потому что все остальные таким вот качеством не обладают. Поэтому, да, их можно сочетать, но только в том случае, если мы уверены, в общем, что это будет целесообразно. То есть, еще раз повторю, может быть так много слов, но это не такой простой вопрос на самом деле. Антисептики мы назначаем, когда мы не видим явных признаков инфекции. Антибиотики мы назначаем, когда инфекция явно присутствует, но мы можем сочетать оба этих препарата в лечении инфекционного поражения глазной поверхности. Вот, наверное, так. Да, согласен абсолютно тоже. У меня вопрос. Ребенок уже принимает системные антибиотики по поводу бронхита. Нужно ли и можно ли рекомендовать местные антибиотики? Ну, опять-таки, наверное, вопрос связан с тем, что, несмотря на то, что он принимает системные антибиотики, какой-то есть бактериальный процесс в конъюнктивальной полости. Конъюнктивит или что-то, так сказать, похожее на это. Вот, безусловно, да. Вот. И почему да? Дело в том, что при системном введении, а это работы, которые в свое время выполнены были вот в педиатрическом университете тоже, оказалось, что при системном введении антибактериальных препаратов концентрация, значит, препарата, достойная для того, чтобы уничтожить микрофлору конъюнктивальной полости, как правило, не достигается. Особенно, если это касается внутримышечного способа, особенно, если это касается перорального способа применения антибиотика. Он распределяется по всему организму, и глазу там достается очень немножко из того антибиотика, который находится в организме. Внутривенной введении несколько лучше. Вот. Но все-таки, в таких ситуациях, о которых здесь идет речь, то есть системная антибактериальная терапия бронхита проводится, а в конъюнктивальной полости гной. В этом случае, конечно, нужно закапывать антибиотики прямо в конъюнктивальную полость. Хорошо бы, конечно, получив результат посева, значит, на микрофлору конъюнктивальной полости. Безусловно, да. И, коллеги, еще один вопрос, мы просто не успели его, так сказать, конкретизировать. Владимир Васильевич, был вопрос вам. Вопрос был такого рода. Известно, что при докриотеститах, назначая в том числе, мы говорим даже, скорее, вопрос был такой несколько расплывчатый, я постараюсь его конкретизировать в какой плоскости. Это те ситуации, когда массажа достаточно. То есть не нужно делать зондирование, не нужно делать хирургии. В этой ситуации, насколько показаны капли антибиотика, поскольку, вроде бы, полость слезного мешка заполнена отделяемым, насколько могут или все-таки нужно активно промывать и вводить препарат. Где-то граница между капельным, скажем так, способом лечения и уже более серьезным, когда педиатр вынужден уже как-то привлекать, привлекать, может быть, специалиста для более энергичных действий. Вот так. Спасибо, Сергеевич. Просто нам это не написали, поэтому я несколько его сформулировал таким вот образом. Спасибо. Безусловно, при наличии отделяемого в конъюнктивальной полости у пациента с докриотеститом новорожденных нужна антибактериальная терапия. Безусловно. Несмотря на то, что пациенту вроде пытаются родители проводить массаж, результат массажа может быть не завтра, не послезавтра, через какое-то время, проводить массаж безусловно нужно. И это самое главное, все, что может сделать мама, это провести, грамотно провести массаж слезного мешка. Вот мы об этом уже сегодня говорили. Но вместе с тем, при наличии отделяемого в конъюнктивальной полости, конечно, антибактериальный препарат, на мой взгляд, должен быть применен, естественно, местно в каплях, с учетом возрастных ограничений к применению этого препарата. Что касается системного введения антибактериальных препаратов таким больным, на мой взгляд, это нецелесообразно. В принципе, как правило, практика показывает, что достаточно местной терапии. Если бы все-таки массаж не помог, то в течение, по достижению ребенка полуторамесячного возраста, двухмесячного возраста, не тянуть и прозондировать этого ребенка. Опять-таки, под прикрытием антибактериальных препаратов. Я считаю, что эта тактика на сегодняшний день, наверное, наиболее разумная. И будем надеяться, что будем ей следовать. Спасибо. Ну вот, коллеги, в целом мы исчерпали сегодняшнюю повестку. Еще раз благодарим всех, кто нас слушает, видит и слышит. Ну и надеемся, что следующие ваши вопросы появятся в нашем распоряжении. И у меня, и Владимира Силовича. И хочется сказать, что мы ждем всех, по крайней мере, офтальмологов на конференции «Невские горизонты», где, в частности, будет уделено большое внимание и инфекции, и вообще заболевания передней глазной поверхности. Ну и надеемся, Владимир Силович, что наш вот этот код поможет и в дальнейшем облегчить контакт с коллегами-педиатрами. Спасибо всем большое и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова